цветочки друзья это у нас возле дома растут розочки растут розочки а мы сейчас пойдем гулять вот у нас томи михалыч азарт да да он уже весь значит сейчас у нас суббота и где-то часов сколько сейчас около 626 20 друзья смеркается но это с одной стороны с другой стороны вы видите что небо затянуто даже не значит как это назвать туман это не тучи конечно это просто туман денек сегодня прохладный местность у нас сами понимаете океанская так что здесь может быть и туман тоже давайте вам покажу красивое дерево возле нашего дома вот вот это вот вот это красивое дерево я сейчас отойду немножко как пахнет тут потрясающе пахнет посмотрите какие цветочки на нем вот такие цветочки а я сейчас вот так отойду чуть-чуть вот посмотрите посмотрите какая красота вот и я рассчитываю, что ветрено. Специально надел этот поролоновый чехол на камеру. Специально все для вас, друзья, чтобы не шумело. И мы так сейчас пройдем, погуляемся. Азат, пока наши дамы идут. Вообще, что там нового в компании у Руслана? Что нового? Вы растете. Растем, развиваемся. Что-то новое. Больше народу у вас? Больше народу. Студенты приходят, учатся. Интересно. Слушай, а что хочу сказать. Потребность все-таки, если растет, обороты. Людям что? Надо все больше и больше холодильных всяких обогревающих устройств. Что происходит? Ну, домов же много. Все-таки здесь в основном дома старые же. Мы это знаем. На самом деле. Поэтому оборудование было установлено Бог знает когда. Про оборудование, когда мы говорим, мы говорим про кондиционеры или фернес и так далее. Это все старое. Все меняется. Потихоньку находят все-таки. Фернес это как обогреватель. Это обогреватель. Там где что-то сгорает. Да, где-то что-то горит. Сейчас новые технологии есть. Сейчас так называемые хит-пампы ставим. Поэтому домов очень много. Зона, где мы живем, довольно-таки огромная. Но вы охватили всю Буэрию? Или еще остались какие-то конкуренты? Ну, конкуренты они всегда были и будут. Так. Но мы все-таки свое дело делаем. И нас, по-моему, на сегодняшний день больше ста пятидесяти человек. Работают. Работают. И тем более мы идем в коммерцию. В смысле? Не только дома, а и коммерческие здания. Офисные здания? Офисы, здания. А завод можете? Школы. Завод можете. Ну, наверное, все можем. Как в свое время Ленина спрашивали или кого-то там спрашивают. Василий Ивановича. Или Василий Ивановича спрашивали. Да, можем. Можем. Языков не знаю в этикетках. Ну, развиваемся. Ну, идем. Идем в том направлении. Я думаю, что в правильном направлении. Не знаю. А вот скажи, вот эта вот фигня, что это? Ну, это газовая линия, кстати. Газовая? Газовая линия. И это здесь у нас. Вот видно у нас. То есть, с другой стороны у него есть. Выключать. Это регулятор. В частности. Как я вот пишу. Так и что получается? Каждый человек может сейчас прийти, руку засунуть. Ну, по идее, он должен быть на замке, насколько я знаю. Но замка-то нету. Замка почему-то нет. Сейчас вот каждый может сейчас залезть. Наверное, когда же можно открыть. Странно. Сейчас каждый залезет. Честно, странно. Вот так, друзья. Вот так, друзья. Можно подойти, крантик повернуть. По-хорошему этого не должно было быть. И у кого-то не будет газа. Место специально же сделано для замка. Ну, а я что? Почему его там нет? Это второй вопрос. Росгильдяйство, друзья. Вы видите, друзья, наших дам. Дамы принарядились. Светочка, у тебя такие красивые белые штаны, как будто ты из джунглей. На них растительные... Из Рио-де-Жанейро. Там все ходят в белых штанах. Так. Это точно. Да, Адамира у нас не просто так, она в фирменной куртке Тесла. Да. А под волосами не видно. Под волосами не так видно, да. Вот, в общем, такая куртка. Руслан Кусняров видел тебя в такой куртке? Нет, еще не видел. А ты покажись. Руслан в отъездах все. Ага. А то он же фанат Теслы. Да. Ты ему расскажи, что в Чечне, как его фамилия главная? Кадыров. Кадыров. Это машина, а кому-то Тесла куртка. Азад. Да. Но Руслан, он предлагает всем прокатиться на его бронетранспортере? В принципе, не видел, чтобы кому-то отказал еще. Так. Мы проходили. Кто-нибудь ему нравится, точно. Мы как-то прокатились, да. Он очень доволен. А он не пробовал там, допустим, стрелять из пистолета в нее? Ну, я не думаю, что рука поднимется. Нет, ну как же, он же бронированный. Ну, бронированный, но пятна же останутся. А-а-а. Я видео видел, там показывает, да, ну, кто-то останется. Они как раз недавно были в этом, в Тексис, в Техасе. Вот они пошли на... На Родео. На, нет, на шутинг. Ой, как-то. Пострелять немножко. Так что я думаю, что они немножко там уже... Больше стреляют. Тут политическая агитация. Не захотят. Смотри, у нас Камала Харрис. Да. Потом, говорит, красит кто-то там. А вот там еще флажок такой, смотрите, он такой за мир во всем мире. Там, да, вот между израильтянами и палестинцами. И вот так сразу такая реклама политическая и аполитичная. Все на одном дворе. В Канаде тоже так народ вешает, ставит такие таблички? Весит такой период, как раз перед выборами будут. Слушай, а в Канаде выборы проходят спокойно или тоже стенка на стенку там как? Ну, в принципе, не до такой степени, как здесь. Но хотя данный момент я вот вижу периодически в публикациях, в видео. Говорят, конечно, что пора менять нашего премьера. Hello. Так что, а на кого менять-то есть? Ну, есть три партии, которые как бы стремятся. Так у вас их три? У нас три партии. Ой, ты господи. Нет, даже больше, но эти более-менее. Те, которые там два-три процента, их за какую-то серьезную партию посчитать трудно. Ну да, да. А эти у нас консерваторы. Ну так они воруют или так просто консерваторы? Ну, они, я думаю, что они все-таки воруют. Все-таки демократическая страна, в любом случае, должна быть. Это, друзья, знаете кто? Это вот эти суслики. У нас называются гоферы. Вот видите, они тут накопали. Томми, Томми, не надо тебе с гоферами. Не дружи с твоей шушерой. А Томик-то как прямо бежит, бежит, тянет. Ну, потому что он вырвался, друзья, вырвался на свободу. Конечно, собака исторически не ходит на поводке. Собака исторически бегает. И вот последнее время только в городах вот стали на поводок сажать собачку. Так. Так, идемте прямо, да? Свет, мы прямо идем или мимо красивых домов? Ну, я бы по океану прошла. А мы обратно вернемся по красивым домам. По океану, хорошо. Вот тогда здесь будем красивый дом смотреть. На три эскалиптах, а потом... Ладно, ладно. Вот красивый дом, смотри. Тоже красивый. А вот этот дом нравится. Какой? Вот. Большой. Так там что-то, получается, три этажа в нем. Да. Ну, вообще-то, три этажа, это без лифта, это трудно. Такой аккуратненький. Ну, наверное, на третьем этаже гости. Пришли в гости, вон лази. Да. Как там в Канаде-то, вот расскажи. Вы же недавно ездили опять? Да. Ну, и что там? Ну, хорошо. Народ спокойный? Это было спокойно, да. Ой, мы там много чего делали. У вас там, это, гуси канадские летают? Ой, гуси канадские, конечно. Особенно. А, кстати, насчет гусей канадских. Да. У нас сын живет около озера, да? Да. И там, короче, это в ихнем комминете, ну, только там жители этого комминете могут туда прийти. Так. Ну, и летом, а, и летом, естественно, очень много гусей. Потому что они там гадят около воды. Друзья, вы бы видели этих гусей, это как телята. Телята, да. Они очень много гадят. Да. Так вот, они, короче, ихняя собачка работала каждый, по-моему, через вечер. Собачка работала? Волонтерили они, да. Собачка? Да. Собачка ходила туда, чтобы собака разгоняла гусей. Так, чтобы не срали. Чтобы они там не гадили. Да, да. Вот, и вот так у них такое было. А наша собака даже не разгоняет никаких гусей. А они специально каких-то маленьких собак. У них собака вот эта шиба, которая маленькая. Так. Они же такие? Ну, нет такого, чтобы там канавцы этих гусей там, допустим, жрали. Ой, ни разу не слышала. Нет. Это тебе не то, что мексиканцы, которые переходят границу. Это не мексиканцы, да? Это гаитянцы. Гаитянцы. Только они не переходят границу, их привозят самолетом. О чем мы говорим, да. Поняли. По-моему, они тоже их не едят. Не положено дикую природу жрать. Ну, это же вот это гуси, да, он из этих гусей, из крылышек делают вот эти курки же. Канадские очень популярные. Что делают? Пуст-даун. Ну, это из пуха. Из пуха. Пуховая. Да, да, конечно. Сейчас уже все на синтепоне, уже никто натурально не кладет в эти курки. Ну, есть, кладут, они очень дорогие. А их знаешь, кто покупает? Их много, очень много приезжают, питаются, очень много покупают. Даун, друзья, это пух. Это вот есть слово даун, когда вниз опускать там, да? Даун. А есть даун, который болеет. А есть пух. Да. Света. Что? Это другое. Это название болезни. Да, но он пишется по-другому. По-другому. Тут все по-другому пишется. А мы идем. Так, а куда? Азад собакой. Собакой, наверное, вперед поскочил. Или назад. Посмотрите, какой корабль, Михаил. Корабль. А вот я не вижу, что на нем написано. Яхта. На яхте написано «Онил». Онил, да. Онил – это тот самый мужичок, который местный. Придумал костюмчик. Который придумал костюмы для плавания. У нас такой костюм валяется в машине. Азад все хочет попробовать его, и никогда этого вообще не доходит. Я, кстати, привезла купальник в этот раз. Ну да, правильно, самое время. Сюда. Самое время. Я привезла, но такой, этот, к Клауде, такая погода холодная. Холодная сегодня. Да, холодная. А слышишь, орут? Ты слышишь, орут? Тихо, тихо, тишина, орут. Морские львы орут, слышите? Тихо, тихо, тихо. Орут. Да. Вообще мирно, как говорят, peaceful, да? Вообще не шелохнется водичка, ни волны, ничего нет. Абсолютный... Абсолютный штиль. Прямо на самом интересном месте. Так. Так. У маяка есть кранчик, а до этого есть туалет с кранчиком. А можно зайти, можно в храм зайти, там фонтан. Может быть, вы ушли, я вас пытаюсь забрать, а он все тянет, и тянет, и тянет. А, Дамир, ты как-то, наверное, к ним вперед ушел. Да. Он любит побегать. Но можно зайти и в храм божий, там есть фонтан. Мы не в туалет сейчас зайдем. Нет. Можно в туалет. Можно и в туалет, конечно, если так вот... Нерелигиозного воспитания. Ну... Да. Он довольный. Еще сейчас совсем другое дело. Товарищ освободился. Я как посмотрела. Азат такой расстроенный. Он говорит так, так говорит этот... А что вы ему этот поводок-то на спину прицепили? Надо на грудь. Надо чуть-чуть. Если на груди поводок, он его тянуть не может, его разворачивать. Можно, наверное. Просто получилось так, что вы уже отошли. Он все... А он, во-первых, не может уйти. Надо же ему дело закончить. А потом только закончил и решил рвать оттуда. Но этого мы не могли сделать. Поэтому пока это дело почистили, там время прошло. Слушай, вот такое ощущение, как будто на два часа позже. Так темно на улице. Это и есть. Я даже не знаю, что наши зрители увидят тут. Ну, сентября уже, середина сентября практически. А сегодня какой? 14-е? 14-е, да. Я считаю, вот сейчас октябрь будет и время перейдет. Да, мы были сегодня в Костка. Уже? Мы были сегодня в Костка. В Костка вовсю торгуют елками. Елками? Уже? Да. Сумасом. Елки, Дед Морозы, Крисмосу. Там какие-то картинки там с Иисусом. Такие и библейские такие. Ну да. С Девой Марией. Народ уже настраивает. Ну, во всяком случае... Я не знаю, что эти три цвета, которые здесь уже ходили. Все раньше, раньше, раньше начало. Моги все делали. Раньше Крисмосу начинали продавать после Сен-Сгидера. Всегда? Традиционно всегда так было. И гирлянды ставили именно в это время. А сейчас сегодня с кустой сентябрь. Еще даже половин не просушил. Слушай, сейчас пуховые куртки пошли. Вот как я иду. Смотрите, друзья, посмотрите на ваши блогера. Вот такие куртки, они сейчас уже продаются вовсю. Костка уже есть? Костка. Да, у них всегда так. Они все с капюшоном, они обычно без капюшона. Нет, почему? С капюшоном там флисовые. Я люблю капюшон. Камер тоже надо. Тут непонятно, кто за кем бежит. То ли Дамежа не бежит, то ли он за ней. Ну, по скорости, я думаю, что... Он обычно в том направлении он бежит. Я думаю, Томик бы обогнал, если бы так пришлось конкурентно бегать. Ну, он еще не только бегал. Это даже там не яхта идет, это катамаран там. А, да, да. Ну, народу много, смотрите. Народу много. Они собираются там, они выпивают там все. Там все выпивают. Там же есть с теми согреться. Ну, вас ждем. Отлично. Хорошо, да. Да, вот люди живут в таких автомобилях. Там у них... Там даже цветочек у них стоит. Я за ним бегу. Я только... Он бежит, а потом он резко останавливается, я перебегаю. Да. Делают сколько у них с прописи. У нас, это самое, в стране, друзья, идет политическая кампания. И я очень вот прочувствовал, когда прочитал, как один мужик написал, что... Сатья в какой-то. Что когда уже дойдет до выборов, то к дню выборов население будет ненавидеть обоих кандидатов. Потому что кампания, это довольно назойливая. Трамп сказал, что он больше не хочет дебаты с Харрисом. Нет. Нет. Он сказал, что... Потому что он и так победил. Он сказал, что поскольку он победил... Да. Значит, ну что интересно, вот из всего из этих дебатов, вот есть один очень интересный, комичный по-своему момент. Значит, дело в том, что у Трампа исторически была компания, которая торгуется на бирже. Значит, называется Trump Media, там как-то называется. Да, есть такое. Вот. А дальше они, эта компания как бы приобрела вот этот вот трус social. Ну, как бы соцмидио, компанию Трампа. И как бы та тоже стала торговаться, как бы вместе, да, как часть. Ну, конечно. И акции выросли до там... Они были долларов 15-16 раньше. Потом вот со всеми этими переменами допрыгивались там где-то чуть ли не до 70. А потом там неделю назад упали. Ну, они потихоньку падали-падали. Да, падались там где-то до 18-19. А тут, когда Трамп участвовал в дебатах, да. Значит, после дебатов упали процентов на 15. А, еще упали. Еще упали, да. Ну, потому что на самом деле что происходит, что сток, акции завязаны лично на него. Вот лично на него, на его карьеру, на его политические амбиции и так далее. То есть, скажем, если он станет президентом, они вверх пойдут. Если он не станет президентом, они там до доллара упадут. Понимаете? Вот. И он в пятницу, это когда было? Вчера. Сказал, что не собирается продавать никакие акции, потому что он должен продать. У него 57% акции принадлежит ему лично. Окей. Это на 2 миллиарда долларов. Окей, окей. Вот. И он сказал, что он не собирается их продавать. Потому что если он будет продавать, то он может и доллар стоить не будет. Ну, как бы кто-то же должен купить тоже, да? Конечно. Вот. И он сказал, что не будет продавать, и они немножко поднялись. Там примерно туда же, где были, там на 18 долларов с копеечкой. В общем, просто интересный разговор, когда он говорит, что дебаты были успешными, но цена на акции упала. То есть, как бы рынок отреагировал так, что это не было успешным. Ну, с его точки зрения это одно, а как остальные восприняли, это совсем другое. Ну, на самом деле, там история такая, поскольку не только либеральные всякие обозреватели, но и консервативные оценивают его выступление как провальное, достаточно провальное. То есть, сказать он может все, что угодно, так же, как он может, ну, как он обычно говорит. Как всегда. Ну, как всегда, да. Дальше там, ну, кто-то поверит, кто-то нет, я не знаю. Но, в общем и в целом, ему пойти на следующий раунд, это еще раз потерпеть поражение. Он не тянет против нее. То есть, по факту мы видим, что он не тянет. Но он и не готовился. То есть, он приехал... А, кстати, я сажу. Я потом догоню. Давай, я тогда ребятам расскажу. Трамп приехал на дебаты, приземлился самолет за два часа до самих дебатов. Обычные кандидаты приезжают за день, и они готовятся, акклиматизируются там. Ну, как-то так, на месте их осваиваются. Он считает, что ему не нужно это все. Он и так нормально справляется, и так далее, и так далее. Ну, может быть, он прав в том смысле, что ему подготовка бы не помогла. Не, ну, он как бы всегда... Он свою мульку... Он всегда остается собой, на него нельзя влиять. Как сказал там один из его помощников, бывших, он сказал, что им легко манипулировать. Он любит лезть, падки налезть, и так далее. Им легко манипулировать, но его нельзя контролировать. То есть контролировать его никто не может. Так что вот. Такая у нас, друзья, политическая информация. Политинформация. Вот там еще один сидит, типа... А, это наш! А, я хотел сказать, типа нашего сидит. Только больше. А это наш сидит. Ни больше, ни меньше. Все здоровенные. Пес-то. Тут кустари, друзья, продают, серебрюшки. Летят пеликаны. Летят пеликаны. Та-да-дам. О! Летят пеликаны. Тут они часто летят гораздо большими стаями. Так, вон там еще какой-то пуделеобразный. А может и пуделек, наверное, маленький. Так, это пудел? Это кокопудел. Кокопудел, да. Красный, красивый кокопудел. Можешь ли мы его? Он три года. Три года. Три года. Кокопудел. Как его имя? Боба. 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 Он хороший парень. Да, я знаю. Он иногда слишком приятный. Боба. Боба. Как только не назовут, друзья, американскую собаку. Боба. Томик у нас любит маленьких собачек. Он сам не то, чтобы здоровенный. Они сказали, что младшая собачка у них злая. У кого? Ну то эти. А вот этот, который пудель черный. А он хороший, да. Хороший. Но он тоже три года. Он наш ровесник. А, окей. Я спросила, вы добрые? Он сказал, да. Мы тоже добрые. А вот как ты сказала? Я говорю, мы добрые. А мы злые. А младший злой. Дай нас сучка. А младший злой, говорит. Дай нас сучка. Слушай, меня поражает, где нету девочек-собак. Вот сюда на площадке одни мальчики. А, берегут. Может, они тоже все, как бы, мальчики, девочки, все-все мальчики. Нет, нет, ну, как-то все-таки у них нет таких переживаний. Нет, переживаний нет, но они вот сейчас на скамейках есть. Не, не, там рядом, рядом. Сравой пахнет. Нам говорят зрители, что наш Томик вообще всю Калифорнию обосстал. Это правда. Друзья, таких Томиков тут знаете, сколько ходит? Да, но такой Томик особенный. А наш добрый. Да, он очень добрый. Он это все по-доброму. И он все слова понимает. Он все понимает. Иной раз думаешь, блин, любое слово, есть ключевые слова. Есть такой анекдот даже, вот как спрашивает октябренок, спрашивает пионера. Говорит, скажи, говорит, а дедушка Ленин какал? Тот говорит, ты знаешь, какал. Смотри, они были в одинаковом. Зайчик, можно я альдот расскажу? Какал. Говорит, ну вот не как все, а так, знаешь, по-доброму. И Томик по-доброму. И Томик тоже по-доброму. Он очень по-доброму. Ну, бывает, что потом надо руки мыть. Ну, а что делать? А что делать? А жизнь какая? А жизнь какая? Надо сказать, друзья, что и немноголюдно. Знаете, обычно вот в такое время тут идешь, тут толпы. И серферы тоже, но серферы, ну нет, нет, волны нет, тут серферам негде разгуляться. Обычно в этом месте, даже когда ветра нет, все равно есть какая-то волна. Ну, ну, мы видим, что на самом деле, ну, какие-то, какое-то подобие волны есть, но не для серфера. Так, вот там морские выдры. Это выдры. Да-да-да, тут выдры есть. Выдры есть. Ну, а что такое азат фотографировать? Я не понимаю. Азат, что ты фотографируешь? Катамаран. А, катамаран пытаюсь приблизить. А вон выдрычка пола. А, выдры, опа. Выдры тут ныряют, да. Выдры ныряют. Почему людей называют выдрами? Ну, наверное, все-таки... А когда людей? Которые ныряют, которые в разных ситуациях. Нет, вот как бы, как-то женщина, которая не имеет вида, говорит, вот там выдра. Нет, такое я никогда не слышал. Нет, потому что выдра, на самом деле, очень красивая. Смысл в этом, как он объясняется, кстати, я никогда не читал об этом. Надо посмотреть, конечно. Я думала, ты сейчас расскажешь нам, что мы объясняем. Я не знаю, я врать не буду. Выдры. О, собачки, бейз. Смотри, что они делают, вот так все, иначе. Собачки. Давай отпустим его. Не-не, эти слайки страшные. Страшные? Нормальные собачки. Нормальные собачки. Вот эти собаки каждое воскресенье здесь. Они злые? Я не знаю, но мы все время уходим от них. Они готовятся перед этим вечерним их ритуалом. Собаки готовятся? В воскресенье, когда бывают здесь? Собаки готовятся? Ну, вот собаки с хозяевами, которые здесь каждое воскресенье готовятся. Ну, они, они похожи здесь, я хочу сказать каждый раз. Я думаю, они прекрасно бы побегали. Ты помнишь, когда бежали маленький бульдож, и так... Это что такое? Ты знаешь, что бежит большой бульдог, слышь, без поводка. Бежит за велосипедом. И такой же точно, только маленький. Хочет за ним бежать, но он на поводке. И он так... Ты очень правдиво передаешь Это было что-то, да Кстати, там народ проходил Все ржали вообще Смотри, как хорошо, видишь, он слушает Я бы его отпустила здесь Единственное, что вон грязь вот в этот грязь Нет, грязи здесь очень много, это правда Грязи хватит А там сейчас же мы дойдем до собачьего пляжа Да Да, может нет Так что давай мы про Канаду-то говорим Люди в Канаде, они довольны жизнью Или они ходят нервные, грустные Ну, кто-то, наверное, может не совсем доволен политической ситуацией в данный момент А так в общем канадцы очень довольны А вот медицина Все-таки вот эти рассказы, что там люди Нужно прооперироваться, долго ждать Ну, мы про Канаду Там, если срочно что-то, emergency и так далее Сделают как сразу, как положено То есть если может ждать, то пусть ждет Да, если life-threatening, которые жизни опасны Да Сделают мгновенно, никаких вопросов нет Если там профилактика, если что-то там по врачам или специалиста Да, иногда нужно ждать Ну, похоже, что здесь тоже похоже становится То же самое Ну, с другой стороны, зато там как бы ждать, не ждать Все бесплатно Это же второй момент Ну, как же бесплатно, если с вас налоги берут? Ну, налоги берут, это везде берут Не-не, ну, подожди Здесь же тоже берут? Здесь же за медицину не берут С вас берут гораздо больше налогов Потому что медицину надо покрыть? Может быть А платишь из-за себя, из-за тех, кто на рокере? Ну, похоже, что да Ну, и компании платят, и частные лица платят Все платят Без этого, наверное, не получается в любом случае А что вот в Канаде нефтянка? Вот ты работал в нефтянке канадской? Много лет, да И она, как бы сказать, денежная? То есть? Очень даже А как они из песка? Я не знаю, какие-то нефтеносные пески Как из песка можно нефть вытащить? Потом промывают этот песок Нефть отделяют Он называется тяжелыми нефтями Его разбавляют потом конденсатом И продают, как нормальную нефть А песок? Песок обратно Он становится вот таким же пляжным песком До такой степени он доходит Чистенький? Чистенький, абсолютно без ничего Его могут обратно Эти места восстанавливаются Где-то этот песок используется Для так называемой Есть слово фракинг Да, конечно Можно тот же песок использовать для фракинг Частность Так, а что, просто так нефти нет, чтобы без песка? Есть и того, и другое Но в основном В канадских нефтях Именно тяжелые Тяжелые нефти Которые именно в песках По-моему, 80% считается Может быть, самую цифру я могу ошибиться немножко Но большинство нефти канадской Именно тяжелые нефти, которые в песках Так это нефть Ее гонят через Америку В какие-то порты Или есть канадские порты Откуда можно эту нефть подобрать? Ну, порты в Канаде Есть в Ванкувер, в частности Нефтеналивные 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 там есть И на восточной части страны есть Тоже есть? Есть, конечно Но с другой стороны В основном Какая бы она нефть ни была Она идет в Америку Трубы, трубопроводы существуют До сих пор они То есть в Техас куда-нибудь идет? В Техас идет в основном, да И оттуда там уже идет, возможно, переработка Кстати, техасские заводы Нефтеперерабатывающие Они давно уже Переделались на переработку тяжелой нефти Еще в 70-х, 80-х Да, больше у нас вроде легкую нефть В основном они легкая нефть Но не канадские именно рефайнеры Переделались А именно американские Техасовские в частности Потому что вся нефть тяжелая Шла именно из Канады Ага Да Эвкалиптов тормем, Михаил К эвкалиптам? Так, друзья У нас тут есть эвкалипты И расскажи, что ты делаешь с их листочками А, мы завариваем Пошли, пошли Завариваем Листочки зеленые или высохшие? Нет, вот такие, какие есть пока Давайте будем проходить Нас машинка пропускает Ну, завариваем эвкалипт Я потом кубиками замораживаю в холодильнике Воду? Ну, заварила водой, да Когда вода остыла И потом Заваренный эвкалипт я замораживаю кубиками Кубики потом куда? Протираем лицо Кубиками Утром и вечером холодными кубиками эвкалипт Можно горло полоскать Да, а потом А потом каждое утро-вечер Полоскаем еще и горло, и зубы, и все И все эвкалиптом? Да Так не проще купить какую-нибудь эссенцию там? Ну, это же натурально, Михаил Да Органическая Да, органическая А так, если эвкалипта нет, еще ромашку делали раньше А потом она несет энергию Да Вообще такое ощущение, что пахнет эвкалиптом Прямо тут Да, да, да И во-первых, он такой маслянистый же немножко На все тело такое хорошее Ну там какие-то, да, эссенцию Да, масляные У них даже когда заваренные, остывает Видно такая пленка Такая дубильная, масляная А где еще есть? Вот сейчас заварим Такие масла, кроме эвкалипта Кроме эвкалипта? Да О, здесь много масел Еще очень хорошо Орегано ойл Хорошо помогает От всего Допустим, если почувствовали, что там, ну Немножко недомогание какое-то Тут так пару капель в рот Водичку запил Правда, у него он очень концентрированный Только не эссеншел ойл должен быть Должен быть органик, просто ойл Фуд квалати А я фуд квалати, но от эссеншел ойл А нет каких-то магических свойств? Там, для приворота Ой, мы этим не занимаемся, Михаил А то знаешь, так вот, допустим, маслице взял, намазался и там И что-то такое сказал там Так все уж так приворотили бы, если бы это работало Кто его знает Мы такими делами не занимаемся Мы же образованные люди Сюда, сюда, сюда Благонамеренные Да, мы благонамеренные Открыли Хорошо Мы нещем положительную энергию И только во благо Вот это мне нравится Дорога выносила Такое ощущение Знаешь, как это Шли Страшила Дорога из желтого кирпича Дорога, да Мы в город изумрудный Идем дорогой трудной Как там? Идем дорогой трудной Дорогой непростой Волшебных три желаний Заветных, заветных пожеланий Исполнит добрый год вин И Эли возвратится с Татошкою домой Вот у нас и Татошка прообраз какой-то тут есть Да А смотри, падают камни, ты видишь, в этих проживаниях Падают, падают камни Видишь, прям отваливаются Но приятно, что провожили дорожку Нет, ну что ли, они прямо отваливаются Светочка, они потом их приклеят дальше А его не было, что ли, все-таки? Это не было, что ли Пару лет назад, что-то еще не было Недавно-недавно Удобно-недавно ходить Удобно? Наверное, Светочка Светочка, мы зафиксировали факты Мы не возвращаемся Разваливаются Все разваливаются Придут Все разваливаются Землетрясение, наверное Кстати, сын недавно говорил, что Вот же, оказывается, там землетрясение на днях было Было, что ли? Это в Лос-Анджелесе А в Лос-Анджелесе было? Да Это ерунда? Ой, это 6-7 чувствуется А у нас в Лос-Анджелесе Не, ну 6-7 хорошо чувствуется А 3-4? Ну, это очень мало Ну, люди, которые в Лос-Анджелесе 3-4 чувствуют А мы все-таки от Лос-Анджелеса далеко И в 3-4 мы никак не почувствуем Да мне было даже в Сан-Хосебл Но это не почувствует South San-Хосебл написано где-то Насколько далеко Я не читал 6-7 если будет в Сан-Хосебл 3-4 хорошо чувствуется Если ты, например, в высоком здании На высоком этаже Оно немножко так вибрирует Да, на первом этаже вообще ничего не почувствует Такое ощущение, что мы идем на туалет Нет, нет, сейчас мы поворачиваем налево То есть, друзья, на сортир мы не идем Мы идем на исходим Мы идем налево Да Здание типа сортир На нашей карте показывают буквами М и ЖО Там же можно и поесть Там же и поесть можно, да Там же между М и ЖО Там кафетерий Можно попить кофейку Сейчас стало два кафетерия На нашем маршруте Один между М и ЖО А второй кафетерий в Храме Божьем А, да, да Там у них А третий у нас дома? Нет, у нас дома не общественное место Ну, общественное, когда общество собирается И у нас дома, Света, у нас дома может покидать кофе Понимаете, что у них там, что у них там за кофе Да Как в классическом анекдоте про Карла Маркса Где одна баба в другую спрашивает Что такое Карл Маркс? То есть что-то слышит Карл Маркс, Маркс, что такое Маркс? И та говорит, ты с ума сошла Карл Маркс, это его все знают Это известный ученый, экономист Так, говорит, экономист, как наша Циля Нет, ну, наша Циля старше экономист Вот, так что, Света, кофе, это как у нас дома нет Ну, у нас дома таки кофе Таки да, кофе Таки да, кофе Так, мы пришли Ой, это эвкалипт Так вы что, срывать будете? Да А, да Или вы подбираете, что упало? Нет, 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 они наклоняют самую макушку А зачем макушке? Вот есть маленький эвкалипт Ну, вот маленький Азад, давай наклони вот эти маленькие Вот, сверху с ним А зачем, вот же А вот у него пара Такое ощущение, что это упавшая ветка Она не упавшая, она свалившаяся Свалившаяся ветка Вот, пожалуйста, эвкалипт Друзья, хорошая Друзья, во всей красе Сейчас я понюхаю Сейчас я ее немного так сломаю О, вот Да, особенно когда О, вот тут пошло Слушай, тут на нем эфирные масла Да А, слушай, а вот эти вот, я не знаю, для семян Эти шишки Для семян, кстати, мы про них еще не читаем Ничего не известно, да Пахнет, пахнет изумительно А, сами листья, это что? Вот так, друзья, приходишь Тут эвкалипт, даже лезть никуда не надо Вот он тут Да, берешь? Да, да, да Мы свернули на городскую улицу И тут так тихо, никого нет Вот даже мы отпустили Томика С поводка Он вообще такой, знаете Спокойный мальчик Никому не пристает Ходит себе без поводка Мы в Санивеле, где живем Вечером, когда гулять ходим Ну, уже тогда совсем поздно Ну, там, допустим Часов девять вечера Когда машин уже особо нет Здесь все-таки Здесь еще меньше трафика А у нас там все-таки бывает И так мы пускаем его Он идет не по дороге, вот как мы сейчас топаем А он идет по тротуарчику Вот здесь, кстати, есть тротуарчик У меня говорят люди там В Санивеле мы когда ходим с ним гулять Я говорю, а где тротуары? Ну, или вообще нету Или есть только с одной стороны Такое дело Вот здесь есть с двух сторон Но в каждом городе, знаете Свои дела И, кроме того, зависит Не только от города Но и когда застройка была То есть были такие времена Когда строили Вообще без тротуаров Потом были времена Когда с одной стороны все-таки делали А сейчас с двух сторон делают Ну, в общем Такие дела Вот вам Санта-Круз Здесь, конечно, меньше трафика Просто потому что Насквозь нельзя проехать Потому что, да, сзади у нас вот Вот это лесополоса И насквозь не проехать Ну, в смысле К океану нельзя проехать К набережной Проехать можно только вот До лесополосы И там налево и направо Что, собственно, никому и не нужно Поэтому здесь только местные жители Ну, сегодня суббота Не знаю, сколько времени Сейчас я вам скажу точно На числе посмотрю 19.06 19.06 Ну, конечно, здесь можно и так побегать Неприятно, когда собака тянет поводок Знаете, ему хочется Какой-то резвости А ты, получается, его держишь Можно сказать, если собака воспитанная То она не будет тянуть поводок Это правда, но Все равно резвость-то Куда девать А вот площадка Мы можем А здесь не положено, по-моему, собак Собак, наверное, нельзя Здесь, наверное, нельзя И такая площадка, она как бы детская И там сзади такие огороды граждан Такое место с огородами Называется Lighthouse Park Lighthouse – это маяк Но в данном Но в данном Must be on a leash Ну, если на leash Какой смысл? Понимаешь? Он и лишь мы и по улице можем ходить Они боятся, что там дети могут быть И собака может к деткам Ну да Там приставать, напугать может Да Вот, видите, тоже еще такая территория С усликами Они называются гофер по-местному С услики тут накапывают Да, для них Не для них, от них Специально вот снимают грунт Кладут металлическую сетку Через которую они не могут пройти Потом уже эту сетку засыпают гравием Там травку сажают И так далее Иначе вот оно все такое перекопанное Да Если мы видим что-то аккуратненькое Интересно Дерек Он такой Медитеррениан Называется Медитеррениан Средиземноморский Крыша черепичная Средиземноморский стиль Очень принят в Мексике Очень распространен Да, через дорогу Томми быстро идет Он знает, что это опасное место Ну вообще, ну никого Понимаешь? Это вот По деревне мы пройдем Никому не пристаем Все мы председатели Катей, к тебе не пристаем К тебе не пристаем Да, вот это все мы председатели Да Хорошо Вот такой дом Можно сказать Кубами Такими Сейчас Модерн дизайн Современная вещь С пальмами Современный Кубический дизайн С пальмами Пальмы бестолковые Ни тени от них Ничего нет Только так Вон там впереди тоже пальма А посмотрите, друзья Провода вот у нас Над головой Обратите внимание Деревянные столбы В распорку Вот они тут Видите как? Вот она Америка-то Ну, когда новое строят Сейчас под землю Положено закапывать А там, где не новое Там вот так Это для сейсмичной Местности Очень удобно Когда деревянные столбы Они Обладают гибкостью Некоторые И там провода могут болтаться Там качаться А столбы выдерживают Такая исторически Осмысленная вещь Да Вот мы Мы уже почти дома Вот этот дом Который мы видим На углу Такой белый Его только что Отремонтировали То есть Тут стояла Халабуда Незрачная И какие-то Люди ее Купили Оборудовали Переоборудовали Покрасили Окна поменяли Крышу поменяли И довольно долго Этот процесс у них шел Но вот они его и заселили То есть Они не продавали этот дом Он для себя строили Вот пожалуйста Такой симпатичный домик Мы любим Когда строят Это как бы Новенькое Вообще радует глаз Правда? Абсолютно да Вот это Посмотрите какой дом хороший Да да Слушай а вот Где вы там в этом Как город называется В Канаде Калгари 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 там новенькая Или старенькая В основном новенькая Конечно То есть Город он был Относительно маленький Рос довольно таки быстро Новый комьюнити Растет Как грибы Окей Поэтому в основном Конечно все новое А в этническом Плане То есть Там много Иммигрантов Из разных мест Кого только нет Практически весь мир Да ты че А что А вот африканцы И африканцы есть А из Индии Индия тоже есть Ну я Как я говорю Практически весь мир А что там делают Азиатов очень много Что делают Ну сейчас же Чего только не делают На свете Сейчас технология Кстати К нам идет Очень много Амазон есть Там Какие там еще Технологические компании Сегодня существуют Практически все Там уже существует Много стартапов А большой город Сколько там народу Полтора почти миллиона О Очень большой Приличный город А вот даунтаун Там все Небоскребы Небоскребы Есть офисы Небоскребы И жилые здания Тоже есть Там довольно таки Неплохо Кстати Очень красиво Даунтаун Там есть так называемые Соединение Вот эти здания Которые Офисы в основном Они с переходами Соединенные В основном Стеклянные Называется Пласт 15 Потому что У нас тоже Такие 15 15 Фитов Выше Уровня Как бы земли Чтобы зимой Там 4 сезона Зимой Чтобы можно было С одного офиса В другой В магазины Там и так далее Без одежды У нас я не знаю Зачем Но тоже Сейчас такие переходики Делают А вот канадцы Которые белые И как бы Исконные Они терпимые К разному Такому многообразию Или жалуются Никогда не слышал Чтобы кто-то Жаловался Во всяком случае В нашей среде Возможно Есть Те люди Которые Говорят Там вот Типа Понаехали Разные люди Бывают В той среде Где мы Были Жили Работали Такого Неслушенера То есть Среди Понаехавших Такого Не было Не было Неслушенера